Здравствуйте! Меня зовут Дмитрий Книга и это новости на телеканале Видное ТВ. Сегодня в выпуске вы увидите. В видновской школе номер 5 прошел урок безопасности. Вы можете выехать грудью и животом на лед, затем отползать от места провала в ту сторону, обращая внимание, откуда вы пришли. Прекрасные лики нашей истории. Новая фотовыставка в сквере «Юность». Этих женщин мы хотели показать для того, чтобы жители нашего района знали нашу историю. Посетители Центра социального обслуживания «Вера» начали изучать английский язык. Мне необходимо знать английский язык, хотя бы на бытовом уровне. Без него очень сложно. В видновской школе номер 5 состоялся урок безопасности. По словам организаторов, мероприятие своевременно, ведь, как говорится в детском стихотворении, «К нам весна шагает быстрыми шагами, и впереди таяние льда на водоемах». Как вести себя на тонком весеннем льду, узнаете из нашего сюжета. По словам организаторов, урока безопасности наступления весны приносит не только радость, но и в определенных условиях таит в себе смертельную опасность. В связи с таянием снега, льда, появилась огромная опасность при выходе людей на лед. С целью обеспечения безопасности мы проводим совместно с Московской общественной организацией «Восвод» открытые уроки в образовательных учреждениях района. Для большей наглядности организаторы принесли с собой часть экипировки и средств спасения тех, кто терпит бедствия на воде. «Этот буй, вроде он и небольшой, но он на плаву удерживает достаточно тяжелого и взрослого человека». Но как быть, когда под рукой нет ни буйков, ни кругов, а человек терпит бедствия? Специально для таких случаев спасатели подготовили пошаговую инструкцию. «Что делать?» «Вы можете выехать грудью и животом на лед, да, затем отползать от места провала в ту сторону, обращая внимание, откуда вы пришли». Рекордсменка среди женщин, по времени, проведенному в ледяной проруби, Осман Дилибаш уверяет в экстренной ситуации, провал от человека под лед опасен не только, собственно, холод, а еще и поведение самого терпящего бедствия. «Самая большая опасность – это не столько переохлаждение, сколько вы можете захлебнуться, если вы будете паниковать и просто хаотично двигать руками и ногами, это спровоцирует, да, может спровоцировать переохлаждение тоже, в том числе. Поэтому самое важное – это успокоиться». Как не паниковать и успокоиться, а в итоге спасти жизнь, и учат на подобных уроках. И, по словам организаторов, продуктивность их деятельности не заставила себя долго ждать. «Благодаря таким урокам по профилактике безопасности жизни людей на воде, в одном из субъектов Российской Федерации глава города при очередном осмотре территории провалился под лед. Его свита, его заместители запаниковали. Но рядом находилось два семиклассника. И после такого урока они правильно, профессионально оказали помощь. Они помогли вылезти, ну и были награждены грамотами за это». В завершении урока безопасности от воды перешли к огню. Пожарные Ленинского района рассказали детям, как вести себя в случае пожара. Михаил Решетов, Владимир Бижонов, Ольга Садовская, Видное ТВ. На Завадской улице в сквере «Юность» открылась фотовыставка «Прекрасные лики нашей истории», организованная историко-культурным центром. На 48 фотографиях можно увидеть самые разные женские образы. От бывшей хозяйки усадьбы Горки, благотворительницы Зинаиды Морозовой до свинарки и одновременно героя социалистического труда Марии Захаровой. Прогулялась по фотовыставке и наша съемочная группа. В сквере «Юность» на Завадской улице новая экспозиция. Она посвящена женщинам, жизнь которых так или иначе связана с Ленинским районом и городом Видное. Это и Надежда Константиновна Крупская, и мать Василия Молокова, героя Советского Союза. Также среди других фотографий прекрасные женщины, которые своим трудом делали жизнь нашего района краше и лучше. Первый стенд посвящен далекой истории. Здесь представлены портреты хозяек знаменитых усадеб района. Благотворительницы Зинаиды Морозовой, владелицы усадьбы Горки, княгине Екатерине Волконской, превратившей усадьбу Суханова в яркий памятник русского классицизма. Кому-то может показаться парадоксальным соседство на одном стенде этих светских дам с верной подругой вождя мирового пролетариата Надеждой Крупской или матерью полярного летчика Василия Молокова. Но всех этих женщин объединяет одно. Они внесли свой весомый вклад в развитие будущего Ленинского района. Этих женщин мы хотели показать для того, чтобы жители нашего района знали нашу историю. И настоящую, и прошлое. Здесь есть также представители купеческого рода, женщины-представители купеческого рода Расторгуевых. Купца Расторгуева, который пожаловал земли и дал деньги на строительство станции Расторгуева. Второй стенд посвящен Великой Отечественной войне. На территории района в то время было много госпиталей, где в основном работали женщины. Впрочем, организаторам удалось раздобыть даже те редкие фотографии, на которых запечатлен отдых представительниц прекрасного пола. Рядом с ними на соседних стендах лица тех, кто своим ежедневным трудом делал жизнь своих земляков удобнее, комфортнее и лучше. Работник из кокса газового завода и колхозов, почтальонов, учителей, врачей, официанток, воспитателей детских садов. Вот эта фотография очень даже знаменательная для меня. Она знаменательна тем, что слева сидят две девочки. Одна Гелев Лариса Сергеевна, бывший директор Дома культуры, сейчас возглавляет театр наш в Видновском. А другая рядом сидела, это ее подруга Надя. Они ходили в хореографический коллектив и занимались. А я ее провожал в свое время когда-то. Владимир Воронцов увидел на выставке фотографию своей первой учительницы Зинаиды Алешиной из Видновской школы номер один. Очень добрая учительница была. Я не знаю, как сейчас, а вот когда мы болели, она приходила к нам домой. Всегда приходила, интересовалась, как мы себя чувствуем. И вот, все. Даже приятно, что увидел. Всего на выставке представлено 48 портретных и групповых фотографий, запечатлевших жительниц Ленинского района, начиная с 19 века и заканчивая 80-ми годами 20-го. Познакомиться с экспозицией и окунуться в историю можно до начала апреля. Екатерина Борисова, Егор Хлябич, Ольга Садовская, ВИДНЭТВ. В Видновской детской школе искусств состоялся традиционный ежегодный конкурс среди учащихся отделения народных инструментов. Из более чем 100 детей, обучающихся игре на баяне, аккордеоне, балалайке и гитаре, чуть больше 30-ти отважились попытать счастье в борьбе с коллегами. Послушал выступления юных музыкантов и наш корреспондент Максим Козлов. В полупустом зале проходят последние репетиции перед конкурсом, ведь многие маленькие исполнители совсем недавно начали постигать музыкальную науку, а потому каждое появление на сцене, пусть и небольшой, волнительно. В списках, которые вывешены на входе в зал, указано 27 номеров. Они разбиты по номинациям в зависимости от возраста и инструмента. Здесь есть как сольные исполнители, так и ансамбли. Атмосфера на конкурсе учащихся отделения народных инструментов ДШИ теплая и дружелюбная. Если сбился от волнения, даже позволяют начать заново, и это не скажется на оценке. Но большинство участников подошли к испытаниям со всей ответственностью. Члены жюри – преподаватели высшей квалификационной категории. Задача перед ними непростая, ведь на сцене их ученики, да и параметров, по которым оценивается выступление, великое множество. В первую очередь, знание нотного материала, ритмическая четкость исполнения, правильность соответствия эпохи, произведение которое выбрано. Естественно, музыкальный образ, насколько он раскрыт художественно. Естественно, нюансировка. Нельзя играть музыку просто вот как монотонно, одним совершенно плоским звуком. Естественно, у нас есть эмоции, у нас все это должно быть ярко, выразительно. Несмотря на то, что это конкурс отдела народных инструментов, музыка звучит самая разнообразная, в том числе и обработки популярных мелодий. Да и сами музыканты далеки от стереотипов и предпочитают абсолютную свободу творчества. Скажи, тебе самому как нравится больше, ну все-таки это инструмент народный, какие-то народные вещи исполнять или все-таки что-то такое, вот скажем, латиноамериканское или какое-то еще? Ну да, джаз, что-то такое, не народное, не русское. А почему джаз? Ну, мелодия мне больше нравится. Подобные конкурсы являются важной составляющей учебного процесса, ведь умение держаться на сцене – важный навык для музыканта. А потому в этом состязании действительно главное не победа, а участие. Максим Козлов, Владимир Вижонов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Заниматься иностранным языком бесплатно теперь могут пенсионеры в Центре социального обслуживания «Вера». По многочисленным просьбам там проводятся уроки английского. Обучение стало доступным благодаря специальной программе. На первом занятии побывала Анастасия Воронина. Многие пожилые люди считают изучение иностранных языков недосягаемой целью. Но, как говорится в английской пословице, «it's never too late to learn» – учиться никогда не поздно. В Центре «Вера» организовали обучающие уроки по английскому языку, позволяющие быстро усвоить иностранные слова и их произношение. В конце 2018 года мы запустили проект «Психологическая разгрузка». Провели анкетирование и по итогам этого анкетирования, проанализировав все данные, которые нам дали наши получатели услуг, мы выявили, что оказывается у них очень большое желание заниматься иностранными языками. Они хотят путешествовать и, кроме того, чтобы путешествовать, хотят общаться на английском в интернете. На первом занятии педагог Оксана Иванова в форме игры познакомила своих учеников с алфавитом и цифрами английского языка, а также попросила пройти специальный тест, с помощью которого она сможет определить уровень знаний каждого. Вне зависимости от возраста, у человека, если возникло желание изучать иностранный язык, Добро пожаловать! Я буду только рада этому и помогу всячески развивать навыки и умение говорить на иностранном языке. Оказалось, что большинство пришедших когда-то изучали немецкий, поэтому с первого раза научиться правильно произносить английские слова им было непросто. Но, несмотря на возникшие сложности, ученицы преклонного возраста уверены, в наше время знать английский необходимо всем. Я очень часто выезжаю за рубеж, и там есть жилье, то мне необходимо знать английский язык, хотя бы на бытовом уровне. Без него очень сложно. Теперь в Центре Веры уроки английского языка будут регулярно проходить два раза в неделю. А обучающая программа обещает быть очень интересной, насыщенной и, главное, доступной каждому. Анастасия Воронина, Сергей Ларин, Елена Кошелева, Видное ТВ. В Дворце Спорта Видное состоялось сразу два первенства по рукопашному бою. На Кубок Ленинского района сошлись в рукопашные бойцы от 8 до 15 лет. Однако основные страсти развернулись вокруг борьбы за звание чемпиона Московской области, в котором состязались спортсмены от 18. За ходом турниров следил наш корреспондент Арсений Рогозянский. Им бы позавидовали даже 300 спартанцев. На двух турнирах было представлено почти полтысячи участников. Все они бойцы подготовленные и дисциплинированные, так что вполне смогли бы потекаться в стойкости с великой армией. По мнению президента Федерации рукопашного боя Московской области Владимира Манухина, на обоих турнирах представлены сильные спортсмены, готовые ради победы выложиться до конца. Волнительное ожидание боя, подготовка амуниции и выход на ковер, на котором и решится, кто победит. Для каждого спортсмена турнир – это большой вызов, а все тренировки перед первенством сводятся к стремлению победить своих соперников. Даниил Самарин провел уже два боя и в обоях одержал победу. По итогам этих поединков он сделал выводы, которые помогут ему в следующих спадках. Кольство верность, огромный опыт, можно сказать, обстраиваешься под соперником и узнаешь новые приемы. Отец Даниила, Максим Самарин, как и любой родитель, следит за поединками с большим волнением. Победы сына вызывают в нем чувство гордости, хотя, однако, главное для юного спортсмена, по словам отца, получение опыта в поединках с разными соперниками. Ребята все непростые. Видно, что турнир им дается для того, что на тренировке ты входишь, ты на одном месте стоишь. Когда ты выступаешь с другими участниками, ты растешь. И вот так же я вижу, что и его соперники растут. Есть сильнее его, есть слабее, но иногда даже слабые выигрывают сильные. Вместе с отцом и тренером они спокойно обсудили поединок и разобрали ошибки юного спортсмена. Однако были и такие тренеры, которые давали советы своим подопечным куда более эмоционально. Включи руки! Включи! Работы, красные работы, проставь! В ходе соревнований редко можно было заметить спокойно сидящую медицинскую бригаду. Очень часто спортсменам требовалась их помощь. То нос разобьют, то палец выбьют, или ушиб серьезный получат. Это говорило только об одном. Каждый спортсмен был на целе побеждать. Волги! Сам делай, подворачивай! Елизавета Васильева судит подобные соревнования уже третий год. К выполнению своей роли девушка подходит принципиально. За все время судейства она ни разу не поддавалась личным пристрастиям. По ее словам, в любом бою рефери должен быть непредвзятым и честным. Каждый бой он индивидуальный, каждый по-своему сложен. Не могу сказать, какого-то выделить случай, который был по-настоящему сложен. Кубок Ленинского района и первенство Московской области по рукопашному бою продемонстрировали зрелищные, а порой и драматичные поединки. Арсений Рогозянский, Егор Хлябич, Елена Кошлева. Видное ТВ. И о погоде. Завтра в течение дня ожидается небольшой снег и переменная облачность. Днем минус два, ночью до минус пяти. Ветер западный три метра в секунду. На сегодня это все. Желаю вам только хороших новостей. Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин